Здравствуйте, уважаемые телезрители, в эфире с обзором спортивных событий за прошедшие 7 дней и очередной выпуск программы «Спортинформ». Футболисты Борисовского БАТЭ за три тура до финиша национального розыгрыша стали недосягаемыми для соперников. Свой 12-й чемпионский титул борисовчане оформили в поединке против футбольного клуба «Витебск», где одержали победу со счетом 2-0. Половину первого тайма хозяева на равных противостояли лидеру Беларуского чемпионата, но потом подопечные Александра Ямаковича заиграли на высоких скоростях и дважды добились успеха. На 25-й минуте ошибся голкипер Витеблян Дмитрий Гущенко и Алексей Рио с парашютом направил мяч в ворота. Еще через 5 минут быструю атаку гостей эффектным ударом завершил форвард борисовчан Дмитрий Мазалевский, который долгое время восстанавливался после травмы и вернулся в основной состав БАТЭ после двухлетнего перерыва. Во второй половине матча хозяева очень хотели забить хотя бы гол престижа, но борисовчане действовали спокойно и без проблем сохранили победный результат, который принес им заслуженный чемпионский кубок. Витебск в гостях сыграет с «Шахтером», а новополоцкий «Нафтан» с БАТЭ. Заключительный этап спартакиады союзного государства. Турнир среди детей и подростков «Золотая шайба» стартовал в Орше. Помериться силами и выявить сильнейшего к белорусским парням приехали 6 команд из регионов Российской Федерации. На торжественном открытии соревнований побывала и наша съемочная группа. Современная многофункциональная ледовая арена в Орше принимала уже много стартов, но «Золотая шайба» стала своеобразным вызовом для наших земляков. Соревнования завершают спартакиаду союзного государства среди детей и подростков. Первый этап проходил в Рязани в апреле месяце, второй этап проходил в Брессе, это проходили соревнования по футболу «Кожаный мяч», третий этап был в Тамбове, там участвовали студенты. И вот четвертый этап спартакиада союзного государства, это соревнования среди детей и подростков по хоккею «Золотая шайба». В Беларуси турнир «Золотая шайба» на призы президента республики проводится с 97-го года. Он стал неизменным атрибутом спортивной жизни нашей страны. Соревнования дают шанс проявить себя на любительском уровне сотням белорусских мальчишек. Аналогичный турнир проводится и в Российской Федерации. И теперь настало время выйти на новый уровень. Ну это очень важно, чтобы дети уже вот в таком возрасте, начиная свой большой путь в хоккее, уже начинали встречаться со своими сверстниками из других государств, из других стран и так далее. Поэтому я думаю, что это очень хороший проект, это очень хорошая идея и нужно, чтобы это продолжалось как нужно дольше. И вот на спортивной арене уже негде яблоко упасть. Парад участников «Золотой шайбы» приветствует сотни болельщиков. Первое символическое вбрасывание на турнире выиграли белорусы. Но российских хоккеистов это не смутило. Они еще себя проявят в официальных встречах. Пока же делятся первыми эмоциями и впечатлениями, которые получили на белорусской земле. Мы не городские, мы районный поселок Чешмы, укрепленными шестью игроками города Салавата нашего, нашей республики. Нам предоставилась возможность съездить на вашу спорта-княду. Вот первый раз. Дети, конечно, очень счастливые, довольные. Дорога дальняя, трудная, но зато с удовольствием мы все сюда приехали. «Золотая шайба» – это ответственный турнир. Высокий уровень. И тут собираются лучшие команды. На «Золотых шайбах» я участвовал. Почти на всех, кроме предыдущих. Этот раз уже третий. Впереди команда ждет настоящий хоккейный марафон. Участники спартакиады Союзного государства узнают и радость побед, и горечь поражений. Кубок Республики Беларусь по автомобильному кроссу, посвященную Дню автомобилиста и дорожника Республики Беларусь, завершился в Витебске. Первое место в общекомандном зачете завоевала аршанская команда «Мастер Кросс». О тех, кто смог преодолеть сложнейшую трассу, в нашем следующем видеоматериале. Последний старт сезона Кубок Беларуси собрал на Туловской трассе гонщиков из России и Беларуси. На дистанцию вышли 50 автокроссменов, чтобы оспорить медали в пяти классах машин. И что самое главное, каждый из пилотов был готов бороться до последнего, несмотря на ранее завоеванные титулы и кубки. Хозяева в этом году выступили достойно. Команда Витебской области ДОСАВ первое место пока держит. И в кубке уже стали чемпионами Республики Беларусь. Наш юниор впервые стал победителем первенства по автомобильному кроссу. Аршанзы достойно выступают, ну и витебский гонщик. Уже несколько лет подряд по многочисленным просьбам автомобильный кубок проходит на неделю раньше обычного. Погода представляет спортсменам шикарные условия для соревнований. Несмотря на насыщенный сложными стартами сезон, лидеры приезжают в Витебск поспорить за почетный трофей. А неудачники по итогам чемпионата пытаются громко грохнуть дверью на последнем старте сезона. Как, например, витеблянин Алексей Корсаков, у которого чемпионат не задался с самой первой гонки. У меня чемпионат вообще не получился в первую гонку в Витебске вначале. Я сгорел здесь, то бишь, горела машина, восстанавливался потихоньку. Ну, как бы за счет этого, за пропуском соревнований получилось, что где-то внизу таблицы получил. Какую выбрать тактику и стратегию? Как сохранить машину и в то же время максимально быстро преодолеть дистанцию? Механики деловито колдовали над машинами, а вот на лицах гонщиков было неподдельное волнение. Песчаная трасса – испытание для любого спортсмена. И тут одна ошибка может стоить кубка. Последняя гонка, ну да, как бы всегда езда с головой, то есть нет такого, чтобы до последнего. Бороться будем, противники достойны. Трасса, она мягкая, но довольно проходимая, по геометрии очень интересная. Машины, как бы, ну, непонятно, лучше не загадывать. Борьба на трассе шла до последних метров. Техника не выдерживала, горели сцепления, машины зарывались в песок. И тем ценнее были добытые победы. В классе машин Д1 конкурентов опередил аршанец Евгений Попков. Витеблянин Виталий Ададюк стал серебряным призером. Его земляк по команде Андрей Григорьев показал аналогичный результат в классе машин Д2. В общекомандном зачете кубок завоевали аршанские гонщики. Сборная команда Витебского ДСАФ расположилась на втором месте. На велосипедах по пересеченной местности. Витебские завершились чемпионат и перенство области по велокроссу и маутинбайку. Соревнования собрали 100 велогонщиков из трех регионов Придвинского края. В большинстве дисциплин победу праздновали велокроссмены областного центра. Они и составили костяк сборной Витебской области, которая представит Витебщину на чемпионате Беларуси в Гродно. Летом гонки на асфальте, осенью по пересеченной местности. Для велосипедистов это обычная практика. На этот раз соревнования велокроссменов проходили на трассе в районе Лучосы. Дистанция была максимально сложной. Высокие подъемы, затяжные спуски, заболоченные участки. Крутить педали приходится далеко не всегда. При необходимости спортсмен бежит рядом с велосипедом, а если нужно, несет его на себе. Одним словом, организаторы сделали все возможное, чтобы последний старт не стал легкой прогулкой. Однако и они не в силах на высоком уровне развивать олимпийский вид спорта. Занятия маутинбайком пока развиваются на любительском уровне. Отсутствие велосипедов говорит о том, что все участвуют на своих велосипедах. Все дети, кто купил, кто родители, кто одолжил в магазине покататься. Вот так вот. Кросс-кантри или маутинбайк технически одна из самых сложных и тихоходных дисциплин по сравнению с остальными. Средняя скорость гонщиков составляет около 20 км в час. Основные требования к спортсменам – сила и выносливость. Но и техника езды на горном велосипеде играет не последнюю роль. Победитель соревнований «Аршанец» Владислав Поляков выступал после болезни и, тем не менее, смог опередить сильных конкурентов. Маутинбайк – совсем другая подготовка. В ней уже не схитришь, не посидишь нигде, не подэкономишься. Чисто за счет хода и подготовки. Лидер женской команды Анна Максимова – спортсменка разносторонняя. Кроме велосипеда она занимается триатлоном. Опыт, добытый на международных стартах, помогает побеждать и в сложных гонках. Размышляя о развитии маутинбайка в стране, девушка отметила, в чем отечественные спортсмены уступают зарубежным. Давно все уже хорошие профессиональные велосипедисты перешли уже на карбоновые байки, то есть обреченные колеса. У них уже велосипед, байк весит точно так же, как и шоссейн, например, килограмм 8, то есть 8-9, то есть, например, мой весит примерно килограмм 10-11, то есть это, ну, тяжеловато, конечно. Если байк полегче, то, конечно, и легче ездится в гору. Результаты велокросса также сюрпризов не преподнесли. Победу праздновали лидеры сборной Вадим Старикович и Александра Смирнова. И на этом на сегодня все. Я с вами прощаюсь. Будьте здоровы и до следующих встреч в эфире. Редактор субтитров А.Семкин